Томсо, ты считаешь, что через суд в Чечне можно восстановить свои права? Ты же сам говорил, что через суд свои права восстановил. И все, вместо того, чтобы ответить ему, как мужчина достойно, они в своей манере начали угрожать всех админировцев и убийствам родных, детей, женщин. А, вот вопрос был. Томсо, как можно перевести большую сумму денег, говорит? Подскажи, какие варианты. Если ты ее мне хочешь перевести, то варианты мы найдем. Томсо, наверное, поэтому видео не является доказательством в шариате. Пророк знал о нынешних временах, и видео можно будет подделывать. Знаете, на самом деле, в этих словах видео не является доказательством в шариате. Там очень много как бы заблуждения. Видео не является доказательством не только в шариате, нигде, ни в одном суде этого мира, в европейских странах, просто видео не будет являться доказательством. Даже в Роском, да. Это не то, что в шариате. Это вопрос, когда, если есть одно видео, и вот больше никакого, ничего сопутствующего нет, и ты говоришь, вот видео, вот оно доказательство вины этого человека, и тем более, если там стоит вопрос о смертной казни, например, или какого-то сурового наказания, то, конечно, не будет это видео являться доказательством. Но и в шариате, и в любой системе это видео, если оно будет подкрепляться еще какими-то сопутствующими доказательствами, это видео будет принято. Оно будет принято в качестве доказательства, оно будет, во всяком случае, рассмотрено. А вот если мы просто так говорим, видео не является доказательством, у людей может создаться впечатление, что камеры видеонаблюдения, например, которые ставятся, если в принципе это не являлось бы доказательством, то вообще мусульмане должны были бы отказаться от камер видеонаблюдения. Зачем они тогда нужны, если они в принципе не доказывают ничего? Понимаете, это неправильное, на самом деле, высказывание. Да, это не является доказательством. Если стоит вопрос, например, о смертной казни человека за то, что ему инкриминируют, например, человек может быть казнен. Например, там убийство, да, предумышленное. И в качестве доказательства нет ничего. Нет его отпечатков пальцев на оружии, его не было на месте преступления, он не был зафиксирован, ничего не было, и тут появляется просто какая-то видеосъемка, и говорят, вот видео оно зафиксировало. Конечно, к этому видео будут вопросы. Они будут не только в шариатском суде, они будут в любом суде. Но если будет и в шариатском, и в любом ином суде будет доказана подлинность этого видео, например, тогда в шариате, если кроме этого ничего нет, навряд ли его за это казнят. Наверное, для казни этого все-таки будет, скорее всего, недостаточно. Но и, короче, я не знаю, как в этом случае себя поведет шариатский суд, если есть уверенность в том, что видео подлинное. Но это, в принципе, такое, знаете, не совсем реальная ситуация. Никогда так не бывает, что никаких сопутствующих доказательств нет, есть только вот один видеоролик, такого никогда не бывает. Криминалистика, она сегодня на таком мощном уровне, что там сбор доказательств просто на молекулярном каком-то уровне происходит. Когда на меня было совершено нападение с этим молотком, я просто столкнулся с тем, как эти следователи работали. Там настолько они круто. Они все отпечатки следов от обуви, отпечатки пальцев, кровь, брызги крови на стене, каждая капля, чья она. Потом по этим брызгам, как они попадали на эту стену, траектория удара молотком, она просчитывалась. То есть настолько они все четко там описывали. И когда защита попыталась снять там несколько ударов, то есть они признали, что удар в темень головы был сделан им молотком, но другие удары, другие шрамы на моей голове, там на губе, сзади, на шее, на плече, они пытались их сказать, что я сам себе их якобы в момент борьбы нанес, когда я падал, упал там с кровати. То есть этот адвокат мне так и говорил, вот два шрама вот здесь вот на лбу, могли ли они появиться в результате того, что вы, падая с кровати, там ударились о пол. И вот сразу же прокурор, опровергая это, ссылался на заключение эксперта-криминалиста, который описывал характер этих ранений, что они нанесены тупым предметом под таким-то углом градусов, и что в результате этого удара вот такие-то там брызги были там-то. То есть оно настолько четко там все описывалось. Поэтому это не совсем реальная ситуация с видеороликом как доказательство. Кидальщик из Германии. Саламу алейкум. Ник хороший, да? Кидальщик из Германии. Слышал, что после случая с Эдиловым кадыровцы перестали нанимать нянек по скриптам. Жижигалдин, аш-душу вежри. Алейкум ас-саляму араматулу а баракату. Кидальщик. Честно говоря, Жижигалдец. Мы здесь кое-что другое заточили. Спортсмен. Да, но в целом примерно вот, как после Жижигалдец, примерно в таком же состоянии мы находимся. Если ты вот этот образ злодея не меняй, пожалуйста, то говорят, как ты связался с Фасаном и стал добрым. Будь злым. Всё, я буду злым. Так, после случая с Эдиловым. С этими тремя старшими у них сейчас новые есть. Не знаю, можно ли его называть их нянькой. Но новый спортсмен в их жизни появился. В том числе, ты считаешь, что через суд в Чечне можно восстановить свои права? Ты же сам говорил, что через суд свои права восстановил. Ну, можно в каких-то случаях, когда это не касается каких-то политических тем, туда можно. Как, например, если у тебя, скажем, права у тебя водительские изъяли где-нибудь в другом регионе, например. Вот у меня такая ситуация была в Осетии. Там по беспределу у меня права изъяли. И, правда, этот процесс у меня до конца не пошёл. Они его обжаловали. Но в целом я был уверен в том, что я права свои смогу отстоять. То есть, бывают такие моменты, когда это можно сделать. Но, конечно, если мы говорим про какие-то там политические или дела, связанные, ну, дела против МВД, там, это, конечно, гиблое дело. Значит, Тумсо, в суде твоими оппонентами были не кадыровские приближённые или всё-таки это были про кадыровские? Нет, они не были никакими кадыровскими приближёнными. Нет, если у тебя будут какие-то вопросы с кадыровскими приближёнными, тебе никакой суд в республике не поможет. Конечно, нет, это нереально. Это как, знаете, в Польше, если у тебя проблема со спецслужбами, если они там решили, что ты опасный или нежелательный, ни один суд в Польше, у тебя нет никаких шансов. Это приблизительно такая же ситуация. Это, к сожалению, такое наследие, наверное, коммунизма. Те страны, в которых был коммунизм, там до сих пор существует вот это очень серьёзное влияние власти, спецслужб. И вопросы подобного характера решаются не в судебных заседаниях, они решаются в каких-то там кабинетах закрытых. А суд просто озвучивает эти решения. Это, получается, оспорить свой земельный участок с кадыровым не получится? Вообще никак. Вообще не то, что с кадыровым, там, с его какими-нибудь близкими людьми, как-то там, аффилированными с ним, ничего не получится. А если это вот что-то не касающееся этого человека, и если это не какие-то политические дела, если это не связано с НВФ, там, терроризмом и так далее, даже если ты... Ну, то есть, если тебя не обвинили, грубо говоря, МВДшники в том, что ты помогал подполью, или был участником подполья, или ты там террористом тебя назвали, то в этом случае у тебя вообще шансов нет, если тебя вот в этом обвинили. Даже если ты действительно не причастен к этому, если тебя обвинили, там, никакой суд тебя не оправдает. Но какие-то вот иные темы, там у тебя, конечно, есть возможность. Даже в криминальных, даже в уголовных делах, каких-то мелких таких уголовных делах, не связанных с вот этими статьями, типа кражи, там, всякого рода вещи, там можно откупиться, допустим, вообще без проблем. Реальный срок за деньги можно сделать условным, условный можно вообще убрать там за деньги. То есть такие вещи в республике, конечно, практикуются. А, вот вопрос был. Тумсо, как можно перевести большую сумму денег, говорит? Подскажи, какие варианты. Если ты ее мне хочешь перевести, то варианты мы найдем. А так консультации по этой теме я обратно не даю. Если там вопрос о символической сумме, тогда к судьиным детям они скажут, как можно перевести. Если крупная сумма, то приходи. Один парень вызвал на бой Адама Кадырова, теперь ему угрожают. Я видел эти сообщения. Это парень из Казахстана. Он что-то там вызывал, и говорят, сейчас ему угрожают. Не в курсе подробностей. Ну, это я смотрел один ролик. Он Адаму сказал, давай как мужчина, один на один. И все, вместо того, чтобы ответить ему как мужчина достойно, они в своей манере начали угрожать всех Адыровцев убийствам его родных, детей, женщин. Да не, я думаю, это, знаешь, я не думаю, что Адам Кадыров испугался его. Навряд ли Адам Кадыров очень смелый парень. Скорее всего, просто он ему сейчас, он же занят сбором орденов, наград, ему просто сейчас некогда пока. А этот не в тему лезет со своим боем. Подожди чуть-чуть, дай человек соберет свои награды, ордена, и потом он примет у тебя бой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok